Итоги года без одного месяца обсудили сегодня на традиционном совещании главы Чуваши с правительством республики. В целом все основные показатели по сравнению с прошлым годом увеличились, однако есть и сложности, вполне ожидаемые к слову. Увеличено промышленное производство 103,5. Здесь мы планируем, что погода будет 103,8-104%. По сельскому хозяйству 102,5% сегодня. Тоже по году это будет порядка 102-103,5%. Рособъемы жилья растет. Реально располагаемые днижни дохода 104,7. Примерный уровень сохранимый. Расширение оборота розничной торговли 101,9%. В то же время ряд предприятий вынуждены корректировать свои планы в сторону уменьшения. В первую очередь это концерн-тракторные заводы, химическая отрасль. Зато реальный сектор экономики показывает неплохую динамику. В малом бизнесе сегодня действует 46 тысяч предприятий и организаций. И налоговые поступления от них превысили 2 миллиарда рублей. Негативные последствия экономической нестабильности в Чувашии проявляются не слишком остро. Массовых сокращений нет. Более того, республика достаточно успешна на общем фоне, заметил руководитель службы занятости Сергей Дмитриев. В целом, по показателю трудоустройства граждан, Чуваша занимает второе место в Российской Федерации. Но сказать, что негативные тенденции вообще не затронули Чувашии, было бы неправдой. Внешнеэкономическое деятельность предприятий сократилась. Глава Чувашии вновь заострил внимание на необходимости внедрения импортозамещающих технологий. Разработкой дорожной карты национального рейтинга инвестиционного климата занято Минэкономразвитие. На основании пилотного проекта Агентства стратегических инициатив уже составило перечень лучших практик внедрения инвестиционных стандартов. Сокращение количества разрешительных процедур, устранение других препонов, лицензирование, совершенствование законодательства – это и многое другое найдет отражение в дорожной карте. Обсудили итоги недавнего экзамена. Напомним, выпускники впервые после долгого перерыва писали сочинение. Из шести с лишним тысяч человек 99% получили зачет. Это неплохой показатель. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.